Динара Саду Здравствуйте! Сегодня в России день общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В стране отменены все массовые развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и изменена сетка вещания телеканалов. 24 марта, днем национального траура, ранее объявил президент России Владимир Путин. Накануне он выступил с обращением к нации и заявил, что все участники теракта были задержаны. По данным Следственного комитета России, число жертв возросло до 133 человек. Почти 140 пострадали. Поисковые работы продолжаются. Председатель Сената парламента выразил соболезнования послу России в Казахстане в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Маулина Шибаев возложил цветы в посольстве и оставил запись в книге соболезнований. Он отметил, что в Казахстане глубоко потрясены трагическими событиями, унесшими десятки жизней мирных граждан. Жители республики искренне скорбят вместе с народом России. Маулина Шибаев подчеркнул, что глава государства Расымшумар Токаев решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирного населения и подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма. Премьер-министр посетил посольство России в Астане и сделал запись в книге соболезнования на открыто в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Ранее Улжас Бектенов направил телеграмму соболезнований и слова поддержки председателю правительства России Михаилу Мишустину и семьям погибших. В Москве больше 4 тысяч человек сдали кругу. Кровь для пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». У зданий больниц выстроились длинные очереди. Люди стояли там с раннего утра еще до открытия медучреждения. В пункте сдачи крови Боткинской больницы, одной из крупнейших многопрофильных больниц Москвы, замечена очередь длиной больше 100 метров. В каждом донорском пункте организовали раздачу воды и теплого чая. Люди также могли погреться в автобусах. Неравнодушные жители города привозили продукты для доноров в течение всего дня. Продолжаем выпуск. Израиль открыл новый пункт въезда гуманитарной помощи в сектор газа. Цехал дали разрешение осуществлять поставки продовольствия без ограничений после объявления ООН о неизбежном наступлении и распространении голода на севере Анклава. Об этом сообщает Reuters. Международное сообщество прикладывает усилия к разрешению кризиса в Газе. Иордания, США и ряд других стран периодически сбрасывают продовольствие с воздуха. Однако гуманитарные организации считают, что подобные меры неэффективны по сравнению с наземными доставками. Груз падает в море, на израильские территории или на самих нуждающихся. Продолжение следует... Сейчас более чем когда-либо настало время для немедленного гуманитарного прекращения огня. Дальнейшее наступление сделает ситуацию еще хуже для мирных палестинцев, заложников и всех людей в регионе. Жители сектора газа сталкиваются со стремительным ростом цен на продовольствие. В городе Рафах стоимость базовых продуктов выросла в десятки раз. Так, 25-килограммовый мешок муки, который стоил примерно 19 долларов США до военных действий, сейчас продается за 378 долларов из-за ограничений гуманитарных поставок. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на гуманитарные организации. В Тель-Авиве вспыхнули массовые протесты. Тысячи людей требуют отставки премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Тысячи участников вышли на улицу с требованием провести досрочные выборы и заключить сделки по освобождению заложников из сектора газа. Протестующие собрались у правительственных зданий. Полицейские перекрыли движение в центре города и установили заграждение. Акции проходят на фоне переговоров между Израилем и Хамасом о прекращении огня и освобождении заложников. В прямом эфире вы смотрите новости. Сегодня в Астане, Алматы и еще трех городах Казахстана ожидается повышенное загрязнение воздуха. О неблагоприятных метеоусловиях предупреждают синоптики. На большей части страны по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидается осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Лишь на западе, севере и юго-востоке страны будет без осадков. Большую часть республики накроет туман. На севере и юго-востоке усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщают в Казгидромете. Подготовка к весеннему половодию продолжается в Кокшитау. В этом году из-за аномальных погодных условий снега выпало очень много. Это создало риски подтопления некоторых улиц и домов областного центра. Коммунальные службы вывезли больше 150 тысяч кубометров снега. О том, готов ли город к паводкам, расскажет Аслан Абуталипов. По данным синоптиков, в Кокшитау этой зимой выпала тройная норма осадков. Снежные массы вкупе с гололедом затруднили передвижение горожан не только пешком, но и на машине. Невозможно не припарковаться, и вот в центральную улицу идешь, ну это правда очень сложно. Вот у нас в поликлинике, возле поликлиники там каша. Ну вот сегодня, смотри, почистили, а так, в общем-то, трудновато. Вполне доволен. У нас, в принципе, сейчас была бы Венеция, если бы снег так обильно не убирали. Между тем, коммунальщики продолжают очищать улицы и тротуары от снега. Они чистят и ливневые стоки для безаварийного пропуска талых вод. По продолжу погоду, после наурыза 22-го, начинается резкое, не резкое потепление, а плюсовая температура. И мы постараемся, чтобы в это время уже наиболее опасные участки отработать, чтобы не допустить потопления. Прочистил лотков 1800 погонных метров на настоящее время. Около 7 тысяч вывезено кубов только с опасных участков. Местные власти не исключают, что в пик паводков могут произойти незначительные подтопления в некоторых частях города. Но аварийные бригады коммунальщиков находятся в полной готовности. Знаем участки, где будет возможное затопление. Мы уже их обставили мешкатары. Это у нас есть Кинсары, Кусаиновые участки, где дополнительно нужно устанавливать мешкатары, где уже дома ниже, ниже дороги. У нас есть машинно-осонизаторские. Кроме этого, помпы в случае подзатопления, они могут обращаться в 109, и мы многовенно выезжаем на эти участки, отрабатываем. Коммунальщикам присоединились и волонтеры, которые помогают рабочим очистить улицы города от снега. По прогнозам синоптиков, пик весеннего половодия придется на конец марта и начало апреля. Коммунальные организации уже сейчас перешли на усиленный режим работы. В дни празднования Наурыза казахстанцы воздают должное национальным традициям, прославляют культурные достояния и духовные ценности, в том числе и семейные, которые передаются из поколения в поколение. Особый почет супружеским парам, которые вместе 50 лет. В городе Абай и Карагандинской области к золотой свадьбе готовится семья Айджановых. Марина Золотарева встретилась с юбилярами и узнала секрет семейного долголетия. Ошарап и Роза Айджановы знают друг друга с детства. Оба родились и выросли в поселке Южный Караган. Маленькая девчонка с косичками на глазах Ошарапа превратилась в красивую девушку. Тогда он решил для себя, что прекрасная Роза непременно станет его женой. Они поженились, когда ему было 24 и ей 22. С тех пор 50 лет вместе. Мне она понравилась. Я как-то познакомил родителей. Мать вообще с первого раза. Это наша вторая моя дочь. Но она хозяйственная. Во всем. У нее все есть. Весь дар. Она любила сладости. Я старался в то время вот эти конфеты, карагандистские наши, осортили. Потом грильяш, трюфель. Подкупил я. Ошарап Карпикович из горнятской семьи. Более 30 лет проработал на шахтах. Сейчас на заслуженном отдыхе. По стопам отца пошли оба сына. Они тоже шахтеры. Роза Медеяновна – библиотекарь. Она работает до сих пор. Приобщила всю семью к чтению и разведению цветов, которыми любит одаривать друзей. За 50 лет у этой гостеприимной семьи сложилось много своих традиций. Хранительница очага охотно раскрывает секрет семейного долголетия. Уступать друг к другу. Тут же выяснять отношения. Да, ты не прав. В семье не права была. А вот так вот надуться и не разговаривать, или же показывать, что вот я права, ты не понял, это тоже неправильно. Надо вот сесть, уточнить сразу, чтобы не было никаких больше камней, что ли, за душой. У нас как-то труд сильно не делится. Это мужская работа, это женская. Я всегда где-то что-то, я ему тоже помогаю. И он тоже мне помогает. Но семья, это же единое. У Шарап и Розы Айджановы воспитали двух сыновей и дочь. У них семь внуков и один правнук. От старшего поколения они переняли самое лучшее – трудолюбие, доброту, порядочность и семейные ценности. В этом году у Айджановых сразу два юбилея. Родители готовятся к золотой свадьбе. Старший сын отметит серебряную. Его семье уже 25 лет. Марина Золотарева, Сарана Камбаев, Зарина Зубыхар, Кыргандинская область, 24КИЗ. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин